Давайте зарубимся! Нам вообще похуй, с кем оказаться в группе. Почему он кинул Гути? Я сам в душе не езжу. Когда я написал «Дзюби», сюда пришел хардкор, он сказал «Бро, погнали». Давай просто плачь, я заходил. Мы поспорили на 500 тысяч рублей. Третий сезон, Лига 100, Гведиа Баскет, погнали! Очень сильный. Нам очень тяжело будет. Салют, друзья, меня зовут Яша, 3х3, и я приветствую вас на жеребьевке третьего сезона Лига Ставок «Медиа Баскет». Если я отвечаю за дурацкие шутки уже третий сезон, то рядом со мной сегодня стоит человек, который отвечает профессионально за децибелы. Виктор Пи! Дайте шумер! И сегодня мы собрались, чтобы узнать, какой из команд легкая такая дорожка будет в плей-офф, а кому придется попотеть. Я рад, что легкий дорожек у нас точно не предвидится. Команды мы поделим на две группы по восемь. И сейчас, в ближайшее время, мы с вами узнаем, кто, кого, когда и куда будет играть в этом сезоне. Распределим чемпионов прошлого сезона. Чтобы было интересней, очень нужно, чтобы ты отжеребил чемпионов первых двух сезонов, так как мы наконец-то тебя дождались. Мы увидим тебя на корте, и, пожалуйста, окажи нам честь. Начнем. Группа А. Большая честь. Родина Медиа. Нам очень тяжело будет. И группа Б. Интрига. Я не верю. Залезай в кадр. Гоутс. Гоутс. Будет сто процентов заруба, в которой может произойти все, что угодно. Отжеребили чемпионов первых двух сезонов. И теперь уже переходим к основной стадии. Сейчас мы определим, кто пойдет в группу А на вторую строчку. Витян Кейро. Витян Кейро. Витян Кейро. Вот. Потому что там Ярослав Елеский. Это будет интересно. Четвертая команда группы А. Флава. Флэйва. Этгюби. Изнимание, говорит Серега Мезенцев за моей спиной. Самая слабая команда в нашей группе, хоть я их уважаю, но это Флава. Потому что у них там есть небольшие вопросы по медиа игрокам. А у нас все-таки три медиа игрока. Самые интересные оппоненты для нас это Родина Медиа и Пенна Тим. Группа Б. Группа Б. Хардкор. Это будет мясо. Но ты умеешь убирать себя от соперника. Сюда пришел Хардкор и Хардкор покажет, что такое шоу, что такое медиа баскетбол. Выйдем, сделаем свое дело, сделаем это красиво, сделаем так, чтоб люди наконец-то хотели это смотреть и кайфовали от этого. Своей легкой руки мы развели Хардкор и Сайонару. Обращайтесь. С Хардкором хотели бы оказаться в одной группе, потому что там наш бывший душ. Берг играет, интересно было бы с ним поиграть. Сделать так, что-то поменять и дать больше простора, наверное, Бергу. Никакого вообще бифа, только позитивный вайп. Группа А. Амкал. Амкал. Получается А. Амкал. Прекрасная группа, прекрасные жертвы, которые мы съедим. Я уберу Ам и оставлю вот эти три буквы. Группа Б. АВГ. АВГ. Не слышно? Это самые крутые тусовки, почему так тихо? Да, потому что самые крутые тусовки – это бейсмен. Ну, такова судьба, атаков путь. Игра вообще может повернуться как угодно. Посмотрите в прошлом сезоне «Ричи Фрелекс. Урал». И вам все станет понятно. Пена Тим, группа? Пена идет в группу А. Хорошо. Пена идет в группу А. Серый, что думаешь? Я думаю, что визитки будут крутые. Хорошо. Группа Б. Догс. Правильно я сказал? Догс. Догс. Я вообще их не знаю, поэтому надо будет просто их переехать и все. А как? Мы ласьянских близнецов развели по разным группам. Это как комбейн и комбайн, правильно? Да. Одно и то же, да. Все верно. Группа А. Underground Business. Вау. Underground Business. Самая слабая команда в нашей группе – Underground. Underground Business. Идут «Сайонарик». По контенту мы разъебываем всех. Видел только у них медиа, и они достаточно слабоваты. Получается, мы Underground Business с козлами развели? Как ты следишь за всем? А тут же графика и таблицы, да, уже есть? Ну да. Группа Б. Rocket Team. Рокет идут в группу Б. Тим-Тим. 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 Я встретил Степу НЛО, которого я знаю. Мы с ним на одном лейбле. Я знаю, что он примкнул к Тим-Тим. Когда я у него спросил, что это за команда, он говорит, что я сам в душе не ебу. Поэтому как я могу знать, что это за команда, если он, будучи в этой команде, сам не знает нихуя. Поэтому я не знаю, какие прогнозы. Выйдем, будем играть. Я не хотела, чтобы мы были с Биомбокс. Мы играли товарищеский матч с ними недавно. Мне было очень дискомфортно. И тут опять-таки на тебе еще раз Биомбокс. И я думаю, мы их должны выиграть. Шансы есть у всех, но против Биомбокс шансов нет. Поэтому я прогнозирую, что мы в этом году дойдем до полуфинала. А я не могу спорить с людьми старше себя. Ты же из олдскул. Знаешь, что первую свою команду назвал команда-команда? Да, знаю, я играл против нее. Знаешь, какой был результат? Какой? Отвратительный, мне до сих пор стыдно. Виктор Пей, команда-команда. Да, мне было 18 лет, и мою команду я назвал команда-команда. Я понимаю, что все стебут тим-тим в плане тим-тим, агунда-агунда, ну, камень-камень, неважно, что, два раза говорим. Это всегда наша фишка будет. Я думаю, мы даже дойдем до плей-оффа. С кем я не хотел бы оказаться в группе, это с тим-тим, потому что у нас тренер Дмитрий Дамани, и он у них тоже тренер. Но, слава богу, жеребьевка так подкрутила все, что мы в разных группах. Последняя, группа B, Players Club. Players Club идут в группу B. Клево, что все новички в других, а в нашей группе команды, с которыми мы уже встречались, мы знаем, к чему готовиться, так скажем. Поэтому я доволен. Самая интересная для нас команда – это Тудроц. Ну, для гримного команды интересно. Вообще все равно. Нам вообще похуй, с кем оказаться в группе. Друзья, дайте вашему шуму, мы обжеребили второй и третий сезон. Саня Текила, как тебе группа? С кайфом. Ну, мы бы хотели оказаться в группе с теми, с кем мы уже играли, с кем есть история противостояний. Это Козлы, Сайонара. С Тудроц было бы круто. С Хупсами. Вот у нас товарка недавно была. В принципе, не почувствовали их. У нас нет вообще нормальной замены вне. Но со Слепом вот я сыграл, я понял, что это возможно. Возможно даже профиков брюкать. Да, Саша, да, блядь. Слава Богу, что мы в этой, в одной группе. Я готов с тобой перед матчем зарубиться еще раз. Да, давайте зарубимся. Яша, Витя, давайте зарубимся еще раз. Зачем я это делаю еще раз? Опять ведусь на провокацию. Не, ну все, мы зафиксировали, получается. Не, не, подожди. Просто в этот раз у меня будет одно очко за два. Если бы в тот раз бы одно очко за два было, то я бы все равно порвал. Да я готов, бля, зачем? Он с вокзала с Курского пришел. Ну, почти. Те команды, которые назовут какую-то команду слабой, именно той команде они и проиграют. Самая слабая команда это наша. Мы не нашли качественно крутых медиа. Поменялся регламент и благодаря этому регламенту я буду больше играть. Но я играю не очень хорошо. Но если вдруг каким-то, блядь, путем мы окажемся в финале или в полуфинале, но это будет, конечно, фантастика. Я мечтаю об этом. Ладно, давай спросим уроки Тим. Вы выучили свои уроки в прошлом сезоне? Урок преподали самый лучший. Сами себе и команды нам. Я говорил, ладно, вы не берите, блядь. Спасибо огромное за совет. Смотри, в прошлом. В нашу заливьевку здесь. Можете к нам присоединиться? С удовольствием. Почему говорят, что вы с Курского вокзала пришли? Я из дома пришел. К сожалению, я живу не на Курском вокзале. Бедный слепуха скатился куда-то непонятно вообще. Я жду Данила Нелета, чтобы он много играл, все получили удовольствие. И не важен результат. Главное, чтобы все кайфанули. Все. Как все изменилось с первого сезона? Нет, нет, как все изменилось с тех пор, как Нелета получил статус селевый, да? Нет, как все изменилось во втором сезоне, когда я то же самое говорил, мы вышли в полуфинал, поэтому ничего менять не будем. Легенда. Живая легенда. Я хочу, чтобы сезон прошел так же весело и задорно, как Кирилл Слепухов выступил на этой жеребьевке. Самый лучший момент на жеребьевке — это, как всегда, Кирилл Слепуха. С этим никто не собирается, я думаю, спорить. Слепуха MVP и Виктор Пи просто мастер, как вести надо конференции. Он наш игрок, в первую очередь, поэтому я его хвалил. Раз мы так ужасно закопались со Слепухой, нужно из подземелья и начинать. Андеграунд бизнес. Новички, но вся команда, по сути, суперопытные старички. Что думаете перед сезоном? Думаем, что мы всех разъебем. Шума. А в баскетбол? По контенту уже разъебали, ребят. Скоро будет еще большое промо-визио. Макс, согласен? По контенту разъебали? Было. Конечно, они в составе Козлов, я думаю, были посильнее. Как андеграунд бизнес, думаю, будет послабее, но зато, я думаю, они будут более хайповыми. Это новая команда, слишком эмоциональная, мы таких любим прям вот ломать. Хотелось бы попасть, конечно же, в одну группу с Козлами. Для интереса просто сыграть, посмотреть вообще каково это. Но так вот сложилось, но возможно, попадем в... А ты не в казнах, что ли? А ты новости читаешь? Аргументы и факты писали. Все новости в телеграм-канале Лига Ставок. Я считаю, что у нас была самая дружная, самая крепкая и самая сильная команда в прошлом сезоне. И мы очень заслуженно стали чемпионами. К сожалению, мне не удалось сохранить тот коллектив, который был в том сезоне. Он тебя вырастил, ты его кинул. Почему он кинул Гуди, блядь? Схуя ты кинул Гуди? Спасибо. Они сильные. Показал этому миру. Меня вырастили мои папа и мама, братели. Если меня Гуди вырастил, представляете, что там получилось бы. Мы станем еще крепче. Так получилось, что практически весь чемпионский состав, кроме легенды Чипенкосова, перешел в команду The Ground Business. Но я считаю, что это не является проблемой. Только сегодня узнал, что у нас будет еще один очень сильный игрок. Действительно сильный. Когда я искал медийного, я спрашивал у своих друзей-футболистов, кто из звезд футбола играет в баскет. Единогласно говорили «Дзюба». Большая неожиданность, когда я написал «Дзюби», и он сказал «Бро, погнали». Я в деле. Почему ты упустил состав свой сезон? Смотри, я тебе объясню. Я был не совсем доволен нашим тренером и еще одним игроком. Поменялся тренер, поменялась команда. Кура и Слон, да, непосредственно, они сделали очень мышиный мув. То есть они очень много напиздели. Они не смогут с этим разобраться. Я посмотрел их подкасты, и они несут полнейшую хуйню. Дэн, Берг, почему сменил команду, если не хочешь отвечать, что ждешь от сезона? Пошел более перспективный. Нет никакого биха, который вы все ждете. То, что Берг пришел к нам в команду, это, безусловно, отличное усиление для нашей команды. Но не думаю, что для Сайонара Боис это будет сильным ослаблением, потому что я уверен, что они найдут хорошую, качественную замену. Частичка и душа от них ушла, потому что я знаю, как они к нему относились. Теперь этот парень будет показывать класс именно в нашей команде. Я вот что-то, блин, андеграунд, да хуя выебывается. Я не понимаю, почему это. Берг, а что это вообще за гипс Алиэкспресса? Он сказал, что я ему нравлюсь Алиэкспресса, да? Он сказал, что я ему нравлюсь. Вроде на добром вайбе, но... Конкретно к Бергу я отношусь, офигительно. Когда появился какой-то клон Берга на жеребьевке, кринжовый момент. Я жду дальнейших мэд-шоу, когда эти ребята поспорят на какие-то бабки, или, не знаю, на жизни своих друзей. Я не понимаю, мы ведь достойны дружище. Что такое агрессия, хардкор, ты устаешь, когда мы зайдем в это село? Я очень надеюсь, что ты не вылетишь, что мы встретимся где-нибудь в полноте. На 500 тысяч поставим! На 500 тысяч поставим! На 500 тысяч поставим! У меня мелочи с собой не забыли! На 500 тысяч поставим! Я с собой такую мелочь не нашел! А сколько? Что-то мало они поставили. Давай сыграй по 500 тысяч. Не надо так истись, а. Как? Ты как-то негативный ко мне, я с приколом, а ты что-то негативный. А ты сам сказал, что ты хардкору поставил? Да, 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 да. Степ, 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 степ! Я не тебе! Вы должны понимать теперь! Нет, ты ахуенный, блядь! Вы должны понимать, что теперь сюда люди пришли с другого немножко. И то есть нужно уже выбирать. Это ахуенный мастер! Нужно выбирать это. А есть с человеком-пауком вот этот мем, да? А ребята что-то музлы какие-то. Давай слаймы и окрещены! Отлично, мы тоже. Не, ну это аплодисменты, ребята. Нормально, нормально. Хорош. Так. От нас ждать только агрессии, спортивной, хорошей агрессии, динамики. Давай на балла поборемся. У меня шансов нету по борьбе. Ну давай, марш-пулачки. Давай, марш-пулачки. Давай, марш-пулачки. Давай, марш-пулачки. Ты какие-то детские приколы. Я не боец, братан, я шоумен. Давай просто аккуратнее, потому что пацаны из другой миши, они не шоумены, понимаешь? Они не шоумены, понимаешь? Пизды, пизды получим! Я предлагаю, шоу будет, блядь! У нас произошел такой небольшой биф, да? Они сказали, что они пришли сюда, цитирую, разъёбывать. Давай забьёмся. Лёгкие бабы. Лёгкие бабы. 84 килограмма любой вес здесь. Любой вес делаем, любой вес делаем. А в одной группе? Не по понятиям. Разъёбывать сюда приходит только хардкор. Друзья, на ваших глазах андеграунд-бизнес и хардкор! 500 косарей! 500 косарей! Благотворительных! 500 косарей! Благотворительных! Шоу! Изи мани! Мы поспорили на 500 тысяч рублей. Не хотел, конечно, на такую маленькую сумму спорить. Капелька добра в этом болоте. Я надеюсь, что мы с хардкором встретимся в плей-оффе. И сыграем на 500 тысяч, и деньги уйдут на благотворительность. Не знаю, о чём они поспорили, но то, что на 500 тысяч рублей — это сильно. Игровые? Нет. Нет, ты выйдешь в них на плей-оффе? Блин, кайф, будет очень круто. Бля, я же твои шутки тоже заебал. Да позволь, нормально, всё! Ты меня 10 лет назад ещё заебал. Всё нормально. Всё нормально. Блядь! Это твоя игра! Аж, что ты ждёшь? Ты яркая личность, будешь всю игру играть на позиции медиа? Мы собрались здесь ради лучшей игры с мячом. И чтобы получать удовольствие, кайфовать. И самый главный — по максимуму. Здесь даже шубу просить не надо, ребят. Спасибо тебе. Слабых команд нет. Все достойные. В финале будут, я думаю, что родина козлы. Это будет мощно. И козлы победят, защитя статус чемпионов. И все поймут, что это была не случайность. Мы реально достойны. Мы не такая лёгкая группа, как в прошлом году. Но опять-таки я рад, что третий сезон мы всё ещё здесь. Укрепили состав, немного поменяли, расширили лигу. Хорошо сказал! Первый матч с Пеной Тим. Вернёмся к истокам. Какие прогнозы? Сколько раз они встречались с этой командой в первом и втором сезоне, и получалось одержать победу? Хупсы, вам слово. Вы прошлый сезон пропустили. Сейчас вы вернулись. Я, во-первых, хочу сказать про группу. Отличная группа. И да, второй сезон мы пропустили. Слушай, надеюсь, будет классная заруба. Во-первых, у нас фанаты наши соскучились по играм. Их будет очень много, будет громко. Многих новых команд не знаю, но дай бог, будет круто. И слава богу, это продолжает жить. Поэтому все красавцы. Самая слабая команда в группе ДОТ как раз-таки. Либо АВГ. Что-то я про них вообще ничего не слышал. Слава, как у вас дела в этом сезоне? Я не могу сказать за команду ничего. У меня все в порядке. Давайте поаплодируем. Зато честно. Хочется Рубилова, не хочется Саплеев. Просто хочется нормальный пацанский баскетбол. Не как NBA All-Star Game, где все друг другу подыгрывают. А просто чуть ли, чтобы не до драк доходило. Он не хочет, чтобы прям... Как сегодня? Ничего, что было. Да, кстати. Да на хуя тебе эти драки, братан. Я для тебя все оставляю. Да нет, все договоришь, просто это шоу. Так, но если насчет драки и жестких заруб, я знаю, что Амкалу в этом году уже очень интересный состав. Перед медиалигой. Потому что стоял вопрос, за кого буду играть в этом сезоне. Слушайте, но это драма, которая вообще заслуживает отдельного вашего просмотра. Подписывайтесь обязательно на все соцсети. Кому золото это досталось? Блин, скамейки. Амкалу? Скамейки в полотенце. Смотри, команда АВГ стабильно выходит в плей-офф и доходит до хороших стадий. До четвертьфинала, до полуфинала. А какой твой план по разрушению этой команды? Это... Да, наконец-то. Впервые за три сезона. Шутка Яши. Ну, шутят-шутят, много что говорят, вопросов нет. Естественно, мы выиграем, но это ладно. Будем играть и покажем, что девочки тоже могут играть в баскетболе. Но настрой боевой. Будем играть, будем получать удовольствие. Только победа и ничего кроме победы. Ну что, друзья, команду мы отжеребили, спросили у них кто, что, про кого думает. И мы готовы начинать. Обязательно подписывайтесь на все соцсети Лига Ставок Медиабаскет во всех соцсетях, которые существуют на планете Земля. Ждем 13-14 апреля в Лужниках. Третий сезон Лига Ставок Медиабаскет. Погнали! Горизуна Лига Ставок Медиабаскет. Продолжение следует... Продолжение следует...